Уча Тору и соблюдают шаббат. На все лекторы обязательно должны быть религиозные евреи, соблюдающие шаббат, но не обязательно профессиональные раввины. Наоборот, даже чаще у нас 99% лекторов у нас не профессиональные раввины, а те, кто учат Тору, хотят приближаться ко Всевышнему и хотят делиться своими знаниями с другими людьми. И поэтому на Ваикра идет в день около 10 уроков Торы. Прямые эфиры идут в основном в группе в Фейсбуке, эти прямые эфиры. А потом в телеграм-канале мы эти прямые эфиры уже организованы, мы их ставим потом на YouTube. У нас на канале YouTube почти 12 тысяч подписчиков. Если вы пока не подписались, подпишитесь, уже 12 тысяч подписчиков. У нас группа в Фейсбуке более 100 тысяч человек, которые интересуются Торой. И значит день у нас проходит в среднем где-то от 5 до 10 уроков Торы. И еще мы сейчас начали делать, есть сайт, на которых все уроки за все годы. Более пяти лет мы проводим такие уроки. Я лично больше пяти лет провожу урок, вот этот утренний урок, с этого все начиналось. И значит есть сайт, на сайте есть все уроки за все годы, по всем циклам уроков. Мы прошли уже очень много книг по Торе. И значит сейчас мы изучаем недельную главу и значит Мишли. Мишли, книга Мишли это вот вышла она недавно с моими комментариями по итогам уроков. И я считаю, что это самая важная вообще такая книга, в которой есть все, что нужно знать для того, чтобы быть в современной жизни таким знаете интегрированным и жить по Торе в современном мире. И так значит все, продолжаем. Продолжаем мы изучать. Значит сегодня глава Ахараймод. Начинается глава Ахараймод с того, что после смерти двух сыновей Аарона, умерло два сына Аарона на священник Мишкана. Аарон первосвященник родной брат Мушарабейну. И два его, четыре его сына были священниками. Это были первые священники Коины в передвижном храме. И два сына они принесли не то написано, не то воскурение. Они сделали что-то не по ритуалу, не по технике служения Всевышнему. И с неба спустился огонь, и они погибли. Значит мы учим отсюда, что служение Всевышнему должно быть так, как Всевышний сказал. Это очень простая идея, которую почему-то большинство людей, вот они ее не могут уловить. Они считают, что я буду служить Всевышнему, как я хочу. Но если перенести это на понятный пример, то представьте, живет муж с женой. И жена, она хочет, чтобы она поздравляла с днем рождения, с днем свадьбы и с 8 марта. Ну например. А муж ее начинает поздравлять. Каждый раз, когда выигрывает его футбольная команда, он значит жене приносит, говорит, я тебя поздравляю. Выиграла моя футбольная команда. Она говорит, ну я же хочу на день рождения. Он говорит, нет, нет, нет. День рождения это не мой праздник. Я тебя поздравляю, как у меня сердце подсказывает. Мне сердце подсказывает, когда моя футбольная команда выиграла, за которую я болею, я тебя буду поздравлять. Вот примерно так же ведет себя человек, который пытается служить Всевышнему, так как ему кажется, что это надо делать. Есть такие люди. Я в сердце Бога верю, но религия это не мое. Ну хорошо, значит, верь в сердце, но это как тот, кто поздравляет жену с футбольными матчами. Теперь сыновья Арона погибли. И дальше недельная глава начинает со словами после смерти двух сыновей Арона, но глава рассказывает нам о том, что происходит в Йом-Кипур. Значит, Йом-Кипур это специальный день. День искупления он называется. День искупления, в котором, в который первый раз, как это было? Машер Абейну поднялся на гору Синай, чтобы получить Тору. Сорок дней его не было. Пока он сорок дней был на горе Синай, получал Тору. Евреевский народ ждал его у подножия горы. Они услышали до этого две заповеди от Бога, когда было дарование Торы. Мы сейчас, кстати, приближаемся к этому моменту. Вот буквально осталось 30... осталось 33 дня. 33 дня нам осталось до дарования, до Шавот, праздник дарования Торы. В общем, они услышали две заповеди. У них оторвалась душа от тела. Они не могли воспринимать проявление Всевышнего. Еще раз повторюсь, что проявление Всевышнего, которое творец мироздания, если к нему близко приближаешься, это как ты заходишь в ядерный реактор, только в миллиарды раз мощнее. И те, кто не готовы, имеют хоть какой-то сбой в духовности своей, то они могут сгореть и подибнуть, и повредиться. Поэтому народ Израиля сказал, пусть Машер Абейну, который пророк чистый как стекло, его восприятие Бога было чистое как стекло. У него эго не было. Пусть он поднимется на гору, и он получает Тору. А мы подождем. И вот они ждали, ждали, ждали. Машер Абейну не вернулся вечером. И они пришли к Арону, который был брат Машер Абейну, и сказали ему, сделай нам вместо Машер Абейну золотого тельца. Нам нужен какой-то материальный. Нам нужен посредник между нами и Богом. Это то, что, в принципе, люди, которые хотят служить Всевышнему, но которые не понимают, что Всевышний это Творец Мироздания, да, Бог, Творец Мироздания, они ищут все время какой-то передаточный механизм. Идолопоклонники, они поклоняются, там, Луна, Солнце, звезды. В Японии есть, там, два миллиона духов, которым они поклоняются, синтоисты. Они, вот этот дух дерева этого, вот дух этой речки, вот дух там какого-то императора. И это они называют духами то, что в иудаизме называется ангелы. У каждой вещи, у каждого явления есть своя наверху, в духовном мире есть своя основа, да. Материальный мир – это проекция духовного мира, поэтому если есть что-то в материальном мире, у него есть, выше его есть проекция в духовном мире. Японцы поклоняются этим проекциям в духовном мире. Грейте там разные и так далее, они все поклонялись вот этим вот проекциям, да, материального мира. Они видели, как бы, что, ну, есть же основа в духовном мире, есть. Вот будем ей поклоняться. Но еще Авраам Авину, про отец Авраам, он понял, что вся эта система, она идет из одного источника. То есть у проекции есть более высшая форма, высшая, 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 высшая. И все это в каком-то уровне сливается в одну, в одну точку, в одну, в одно пространство, в одну бесконечность, это не точка, в непостижимого творца мироздания, который называется Бог, который всем этим мирозданием управляет. И евреи, народ Израиля, они как раз поклоняются вот этому Богу, творцу мироздания. И получается, когда Машер Абейну не было, они сказали, дай нам кого-то, кто будет между нами и Богом. Мы не можем так. Нам нужно, чтобы был кто-то вместо Машея. И Арон, который тянул время, сделал золотого тельца. Он не сделал, он бросил золото в костер, в огонь. Кто-то бросил туда табличку «Шор, бык, встань». Это была табличка, которую Машер Абейну использовал, чтобы поднять гроб с Юсефом в Египте. И бросил туда эту табличку, встал этот бык, телец золотой, да, и тут спускается Машер Абейну. Он этого тельца сразу уничтожил, его сжег вообще. Левиты, Левиты, колено левее, они убили три тысячи зачинщиков этого ида поклонства, да, этого всего мероприятия. И Машер Абейну поднялся еще раз на гору для того, чтобы просить прощения, чтобы Всевышний не уничтожал еврести народ. Всевышний хотел уничтожить еврести народ после этого и произвести от Маши новый народ. Теперь Машер Абейну просил 40 дней, чтобы это было, чтобы Бог простил. И Бог простил. Потом Машер Абейну поднялся еще на 40 дней и получил вторые скрижали, спустился с ними. И вот этот день, когда он спустился, это был Йом-Кипур, это был день искупления, что Бог простил. Все, в этот день искупаются грехи. И глава Хараймот, которую мы сейчас начали изучать, в ней рассказывается о том ритуале, который установился в этот день. И в этот день, начиная с 3334 года назад дарования Торы, в этот день каждый год, он называется день прощения, день искупления, в котором есть специальный ритуал. Когда был храм, описывается, что делал первосвященник в храме. И вот начало этой главы, как раз, знаете, есть такая, есть в миру, ходит такая, что я, козел отпущения, что ли? Почему? Все на меня, козел отпущения. Это как раз из этой недельной главы, когда первосвященник брал двух козлов. Одного отправляли в пустыню Казазелью. Это тоже большая, большой вопрос, там целая, кто это этот Азазель, почему называется, прям в той написано Казазелю, да, одного козла, а второго козла, на нем его приносили в жертву Всевышнему и, значит, искупались грехи. На нем, и эти были два абсолютно одинаковых козла, и какой из них пойдет Казазелю, а какой из них пойдет в искупление грехов в храме, это решалось жребием, был специальный жребий такой. И вот этот козел отпущения, на него как будто бы накладывали все грехи и сбрасывали его там со скалы, он разбивался, и, значит, там целый ритуал был, целый ритуал был отпущения этого грехов. Это как духовная стиральная машина, и он повторяется каждый год. Каждый год, 10-го числа месяца Тишрей, это 7-й месяц от начала года, сейчас начался второй месяц, как раз Ияр, второй месяц, значит, 7-й месяц Тишрей, 10-го числа месяца Тишрей, Йом-Кипур. Значит, вот мы к нему готовимся. Значит, об этом идет недельная глава. Что в ней важно и интересно? В ней важно и интересно то, что вот то вот событие, которое произошло, то есть как устроен, как работает этот мир. Есть люди, в которых Бог проявлен, которые сумели подняться в своей человеческой природе на очень высокий уровень духовности, и они соединились со Всевышним. Это люди, их называют, там, Ишай-Лаким, божественный человек, да? Есть в каждом поколении 36 праведников, заслугу которых существует мир. Они как бы соединяют мир со Всевышним. Но праведник, он только выполняет волю Бога. Он на то и праведник, что он, слово праведник, он полностью во всем выполняет только волю Всевышнего. То есть они не меняют мир. Они именно за счет того, что они есть, вот эти 36 личности, которые убрали свою личность, и они проявления как Всевышнего в этом мире. Существует мир. А есть люди, такие как Машерабей, но которые были ключевые, такие личности, царь Давид, царь Соломон, Машерабей, Моисей, которые были ключевые личности, в которых Бог проявлялся, но у них при этом оставалась своя личность для того, чтобы изменять мир, да? То есть они были такие очень, лидеры такие они были, да? И когда они что-то создавали, вот Машерабей, но он добился, если бы он сказал Богу, если бы он был просто вот не пророк Маше, да, которого Бог выбрал за то, что он был невероятно добрый и любил людей, и мы про него знаем, что первое его появление, египтянин бил евреев, но бил египтянин и заступился. Второе, двое дрались, он заступился за того, кого били. Третье мы видим, он пришел в Медьян, и там пастухи, они плохо относились к девушке, да, он заступился за эту девушку. То есть он был такой очень... А потом, когда он шел к этому кусту, который не сгорал, он в этом кусте, как он попал к этому кусту, который не сгорал, из которого к нему Бог говорил, он пошел за маленькой овечкой, которая потерялась, заблудилась, и он ее искал, чтобы спасти. То есть Машерабей, он был реальный такой спаситель, который был очень добрый к людям. И поэтому Бог его выбрал, чтобы вывезти в рейсе народ из Египта. Так Машерабей, но если бы он сказал Всевышнему, ну, хочешь уничтожать, уничтожай, значит, ну и все, ты же Бог, ты сам лучше меня знаешь. То есть Машерабей, ну не, он говорит, прости их, там они не знали, они то, они все. То есть он очень был таким адвокатом на еврейский народ. Дальше, потом он еврейскому народу, тут он наоборот был прокурором, да, он вниз спустился, три тысячи зачинщиков убить, значит. Он левитам говорит, кто за Бога, а ко мне, значит. Они подходят, он говорит, все, никого не щадим, кто идолопоклонники всех вырезать, да, кто является вот такими зачинщиками, которые портят всех, всех уничтожить. И значит, то есть там он перед Богом, он наоборот защитник, тут он включается и сам лично, знаете, как есть, вот есть в Устной Торе такое правило, что если люди сами не делают справедливый суд, то тогда Бог приходит, накапливается грех народа, и он тогда, ну, то есть все возвращается. И так было в Сдоме, когда они сделали очень несправедливые законы, несправедливый суд. И так в каждом государстве на протяжении всей истории человечества исчезали государства и империи, именно потому, что они искажали справедливый божественный суд, то есть они там не помогали бедным, они, ну, позволяли богатым там убивать и нарушать закон, было взяточница в это, воровство, разврат там и так далее. То есть такие империи, они исчезали с лица земли, когда накапливалось количество их греха. И вот, значит, Машера Бейну, он спас, можно сказать, евреистий народ, и Йом-Кипур, день искупления. И вот тут вот этот вот момент, который очень важно, с чего я начал, что служение Всевышнему Тора, это именно ритуальная конкретная часть, ритуальная часть, да, потому что любит муж или нет свою жену, мы понимаем не по его словам, а по его действиям. Мы понимаем, человек религиозный или нет, не потому, что он говорит, вау, у меня там ангелы надо мной летали, у меня озарение было, бог со мной разговаривал. И что? Ой, ну ничего, что, сидим мы сейчас бухаем, значит, наркотики, там все. Нет, по действиям. Человек определяется по его действиям. Поэтому религиозность, она определяется по тому, насколько человек регламентированно, ежедневно интегрирует в свою жизнь выполнение заповедей. И многие могут сказать, что, вау, это рутина. Я читал в книге вот Раф Джонатан Сакс. Он говорит, что значит, одно из самых таких впечатливших его определений еврейского народа, он услышал от от одного, значит, это был католический священник, католический священник, и он сказал так, это был, знаете, кто, в общем, какой-то был, а, не католический священник, он был католиком, председателем совета по культуре и искусству и заместителем председателя совета директоров BBC. И он говорил так, этот человек, что, значит, он говорил так, уникальность иудаизма, заявляет он, обусловлена его системой законов. Христиане несправедливо критиковали ее за то, что было с их точки зрения сухим легализмом. На самом же деле, еврейский закон был необходимым фактором выживания евреев, потому что он задавал стандарты, по которым можно было оценивать действия, законы, регулирующие поведение и пределы для обуздания энергии человеческой натуры. Значит, и так далее. Еврейский народ всегда выполнял роль сдерживающего фактора для духовной интеллектуальной энергии еврейского народа. Эта энергия не привела к взрыву и не рассеялась, но ее неиссякаемый источник был обуздан. То есть, у евреев, утверждает автор, есть то, что отсутствует в современной экономике. Система самоконтроля, позволяющая экономикам процветать без бумов и кризисов, без инфляции и рецессии. То есть, легко быть, легко быть духовным человеком, если тебе ничего не надо для этого делать. То есть, если ты, я духовный, и что, ничего, прекрасно вообще, элементарно. Но, если ты должен регламентировать свое питание, свою речь, свои мысли, если ты утром должен встать, помолиться шахарит, утреннюю молитву, потом днем прервать все свои дела, помолиться дневную молитву, и вечером, помолиться вечернюю молитву, и все это три раза сделать, что тебе нужно идти в синагогу. Или там, ну вот, мусульмане, они пять раз в день делают намаз, да? То есть, это тяжело. Это реально действия показывают, насколько ты действительно связан со Всевышним, и это очень важно понять и осознать. Все. Теперь, значит, это мы чуть-чуть поговорили про недельную главу, ахараймод, в которой начинается как раз про то, как надо этих козлов, одного козозелю отправить, на другого искупить грехи. И сейчас у нас, сейчас у нас Мишли, да? Мишли, сейчас мы посмотрим в, значит, двадцать первая глава, двадцать первая глава, сейчас мы ее увидим, двадцать первую главу, сейчас секундочку, мне нужно для этого взять книгу, не двадцать первая, двадцать третья. Сейчас я возьму книгу Мишли. Вот она, видите? С комментарием Веленского Агаона, комментарий Веленского Агаона, и мы сейчас эту книжечку посмотрим. Двадцать третья глава. Значит, в двадцать третьей главе говорится очень много про вред алкоголя. Прямо конкретно, полглавы посвящено тому, насколько вредно пить алкоголь. И, значит, начинается глава, она вся как бы связана с застольями, получается, с едой. Начинается она с того, что когда ты сядешь есть хлеб с правителем, бин-та-вин, пойми-пойми, кто перед тобой. Значит, здесь говорится, ну, первое понимание очень простое, да, что есть люди, которые более влиятельные, есть люди, которые менее влиятельные, есть люди, которые, которые, прямо у них есть какие-то ресурсы, там, кто-то, кто-то какой-то там начальник, кто-то, ну, и так далее, президенты, миллиардеры. И, значит, эти люди, когда ты с ними общаешься, это нужно понять, кто перед тобой, и уметь, уметь, что надо уметь. Второй отрывок нам говорит, что надо уметь. вэсамта сакин белаэйха имбальнефешата. Значит, и значит, что это значит? Что ты встав нож, значит, встав нож, значит, здесь объясняется, что, смотрите, у меня был когда-то случай, вот мне, я сейчас вспоминаю, был у меня случай. Значит, я был тренером 10 лет Мастеркард в Украине, да, я обучал банки в Украине. И вот меня пригласили в Мастеркард Россия. И Мастеркард Россия, значит, я приехал тогда в Москву, это было там 2018 год, может, 17-й. И в Москве Мастеркард, вообще это было совсем по-другому все, да, в Украине это было, в офисе Мастеркард в Украине работало 10 человек. Очень хорошие люди, представляем, дружил Вера Платонова, была их потом директор, сейчас она директор визы. Очень простые люди, которые были без всяких понтов и без всяких, ну, таких особого пафоса, да. И в Москве, когда был тренер, захотели сделать такой же тренинг, в Украине очень Мастеркард с моей помощью, они очень, прямо, обогнали визу, были очень, они такие, прям, лучшие результаты, показывали в мире, в Украине, по продаже карт, в процентном соотношении. И меня пригласили в Россию, да, пригласили в Россию, тоже они сделали такое мероприятие, собрали банки. И это была какая-то пафосная, пятизвездочная гостиница, во фраках, играл симфонический оркестр, играл музыку, был такой фуршет, а я приехал, я был простой такой, в джинсах, в пиджачке, в таком, в клетчатой рубашке, как сейчас помню. И я, значит, на этом фуршете, бантете, такие, а они все были в таких, там, чуть ли не во фраках, такие, в смокингах, ну, то есть, очень пафосные все были. Я, значит, туда приехал, и я очень устал, а еды кошерной не было, что такое. Я выпил там, как раз, вот, комментарий на эту недельную главу про вести, я выпил, какой-то был очень хороший вести, я выпил там этого вести, больше, чем надо было. И я, значит, тут Остапа понесло. И вот я забыл, что, в общем, меня больше туда не приглашали. Я повел себя слишком расслабленно, мне этот пафос не нравился. И, значит, я тогда еще не учил так хорошо Мишли, и не знал, что в третьем отрывке написано не вожделей их вкусных вещей разных, да, что это, что это хлеб лживый, да, то есть они мне все улыбались, но как-то больше у меня с ними работа не получилась. Аль-Тига Леашир, продолжает царь Соломон, не старайся разбогатеть, отдаляясь от мудрости. То есть это не, главное в жизни, это приобретать мудрость, и эта мудрость, она навсегда остается с тобой. Мудрость Торы, мудрость духовная, она от тебя спасает от ошибок. И когда ты бросаешь это ради того, чтобы разбогатеть, то ты и не разбогатеешь, или если ты разбогатеешь, но без мудрости, то можно и потерять, и себе навредить. Значит, отвлечешься на секунду, и исчезнет твое богатство, и как будто бы у него крылья приделанные, и значит улетит оно на небеса. То есть у меня есть несколько очень хороших таких знакомых, которые в какой-то момент разбогатели, в этот момент они полностью, не то чтобы они испортились, у них были вот эти вот качества, которые, когда у человека денег нет, то у него нет времени проявлять свои негативные качества. Но когда у него есть деньги, они проявляются очень ярко. Гордыня, какие-то вожделения нездоровые, да. То есть, когда есть вот этот вот ресурс, деньги, оно все умножает, и хорошее, и плохое. И вот, когда появлялись у них деньги, оно резко умножало их, вот эти вот плохие качества. Они вместо того, чтобы работать над этими качествами, когда есть деньги, ты думаешь, ну что, все отлично, вообще зачем мне работать, я здесь вообще бог и царь. Они вместо того, чтобы работать над качествами, они просто, ну, слетали с катушек, и в течение короткого времени теряли деньги, как написано здесь в пятом отрывке двадцать третьей главы. И значит, последнее, вот я сегодня хотел здесь прочитать, чтобы закончить на хорошей, на хорошей ноте. На хорошей ноте здесь есть по воспитанию очень интересный отрывок, который меня когда-то прямо удивил, удивил. Значит, двадцать четвертый отрывок двадцать третьей главы. Диль, написано, Диль, Ядиль, Ави, Цадик. Ликуй, ликуй, Отец Праведника. Прямо так написано, Ликуй, ликуй, Отец Праведника, Веюлет, Хахам, Исмахбо. А тот, кто родил умного, Хахама, да, мудреца, будет радоваться в нем. Здесь просто в одном предложении скрыто такой смысл, что просто когда-то меня это вообще, вот, мне это показало, насколько глубина есть в притчах. Значит, ликуй, ликуй, Отец Праведника. Здесь у нас есть три, три слова, которые надо понять. Ликуй. Чем отличается ликование от радости? Чем отличается отец от родителя? и чем отличается от садик от мудреца, праведник от мудреца? Вот здесь есть в этом отрывке три вот этих вот понятия и, значит, еще раз, ликуй, Отец Праведника, родитель, мудреца, радуется в нем. То есть, вот эти три понятия. Значит, ликование, чем отличается от радости? Ликование, это всплеск такой, да, это ликование, вау, там, вот такой вот эмоциональный всплеск, это ликование. Теперь радость, это внутреннее состояние радости, спокойная, фоновая радость такая, да. Отец и родитель, есть родитель, это биологический родитель, тот, кто передал свои едины. Отец, это тот, кто воспитал, как мы говорим, Авиноши Башамаем, Отец наш, что на небесах, мы говорим. Отец, это если мы слушаем слова Бога, так он для нас отец, потому что он нас воспитал и мы действуем так, как он сказал действовать. Значит, садик, чем отличается праведник от мудреца? Мудрец знает все законы, а праведник выполняет все законы, это две большие разницы. Можно знать все законы, как Хаим Бялик был такой поэт, который еще учился в Ешиве, был гениальный, он знал Тору хорошо, и он в субботу сидел, учил Талмуд и курил в субботу. То есть, он был знающий, но он был совсем не праведник, он нарушал законы субботы. Теперь сводим это все вместе. Отец, который воспитал сына, который соблюдает заповеди, он должен ликовать, пока сын праведник, потому что состояние праведника, оно, это постоянная война, постоянная война со своим злым началом, животным началом, и если в этой войне человек побеждает, то в этот момент надо радоваться. Победил сегодня, встал утром, помолился, сделал, ликуй, ликуй от радости, потому что завтра может этого не быть. Значит, если отец воспитал сына праведником, это духовное воспитание, то тогда он должен ликовать в те моменты, когда видит, что сын праведник. в юлит хахам, тот, кто родил родитель мудреца умного, он будет радоваться в нем. Ум это качество, которое передается по генетике. Есть у людей, у кого-то более острый ум, у кого-то менее острый, у кого-то более мощная энергия, да, в мозге проходит, и люди, которые много достигают, они просто не могут остановиться очень часто, у них есть внутри зуд такой, да, они постоянно напряжены в нервной системе, и поэтому они что-то учат, у них мозг быстро работает, но это передалось по наследству, нет здесь особой заслуги человека, что у него быстрый ум, да, что он с ним сделает, направит, куда он его направит, что он будет изучать, это уже его заслуга. Вот, представляете, в одном отрывке, 23 глава, 24 отрывок, скрыта такая глубина. Все, значит, мы хорошо поучили Тору, напишите, пожалуйста, свои выводы из сегодняшнего урока, очень важно не что вы услышали, а какое изменение у вас произошло, напишите, пожалуйста, свои выводы, да, что вам прям зацепило, что вам понравилось, какие были инсайты, поделитесь в комментариях, заходите, конечно, комментируйте, тоже на канале есть общение, есть у нас Ваекра Жизнь по Торе, это канал, в котором, в котором есть уже более глубокие уроки Торы, приходите, там же есть Мишли, притчи с моими комментариями на русском языке, есть в Телеграме, есть очень удобная эта книга, сделана, значит, там есть, вот, можно главу читать, можно комментарии на каждый отрывок, очень удобно учить притчи в Телеграм-канале Ваекра Жизнь по Торе, есть у нас канал, где идут уроки, а есть канал, значит, Ваекра Жизнь по Торе, Максиму, спасибо за то, что он сделал нам боты прекрасные для этого канала, все, друзья, удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, выполнил для вашего блага, чтобы в заслугу того, что мы учим Тору, выполняем заповеди, молимся, то закончилась война, и все люди, которые не знали про Бога, стали религиозными, тогда точно будет все хорошо, поэтому делитесь, становитесь нашими партнерами, спонсорами, давайте вместе увеличивать свет Торы, это наша миссия платформы Ваекра, увеличивать свет Торы, все, удачи, успехов, до завтра, до завтра, до завтра, до завтра, до завтра,